Продвижение на фронте. Великобритания анонсировала 2,6 миллиардов долларов военной помощи Украине. Украина и РФ договорились об обмене пленными. В Турции отказались обучать российских пилотов и принимать платежные карты МИР. В Киеве открылся Макдональдс. Главные новости на утро 20 сентября. Коротко на канале Системы.Инфо. Информируем о том, что важно. В СУ в Новоайдаре уничтожили технику и боеприпасы армии РФ, а в Сватово 70% личного состава врага, сообщили в Генштабе. Также ВСУ затопили российскую баржу в районе Новой Каховки. А британская разведка сообщает, что РФ увела подводные лодки из Крыма. Великобритания в следующем году выделит на военную помощь Украине около 2,6 миллиардов долларов или даже больше. Об этом заявила глава британского правительства Ли Страс накануне выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Глава европейской дипломатии Боррель заявил, что миссия ЕС по военной помощи Украине может быть создана в октябре. Президент Турции не теряет надежды организовать встречу Зеленского и Путина в Анкаре. Об этом он заявил американскому телеканалу PBS. Добавил, что Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных. В Турции отказались обучать пилотов из России. Причина – ужесточение европейских санкций. Эксперты считают, за турецким центром по подготовке пилотов неизбежно последуют и другие. Тем временем из-за санкций США и Британии против РФ турецкие банки отказались работать с российскими картами МИР. В Украину с сегодняшнего дня вернулся Макдональдс. Пока открылись три заведения в Киеве на левом берегу, только на доставку. В течение недели будут открыты еще семь заведений в Киеве и несколько в западной части страны. Макдрайв, экспресс-окна и залы откроются в октябре. Это была утренняя сводка 20 сентября. Подпишитесь на систему инфо. Мы ценим обратную связь.